Всем привет! Сегодня мы говорим об очередной попытке угона и в области нашего внимания Infiniti QX. За прошедший год было угодно порядка 160 единиц этого автомобиля, но преимущественно среди угольщиков популярностью пользуются 2011, 2012 и 2013 года выпуска этой модели. Итак, к нам обратилась клиентка, ранее оборудовавшая свой автомобиль в Тверском фериале федерального сервиса угона нет, с просьбой об усилении противогонного комплекса после неудачной попытки угона. На Infiniti QX50 после инцидента были обнаружены царапины на решетке радиатора, застывшие брызги на элементах кузова автомобиля, распоротый металл водительской двери и перерезанная проводка в подкапотном пространстве. Нам удалось получить материалы с камеры видеонаблюдения, установленной на жилом доме, возле которого происходила попытка угона этого автомобиля. Также в наше распоряжение поступили данные черного ящика охранно-телематической системы, установленной в машине. По этим материалам нам удалось воспроизвести ход происходивших событий. Примерно в третьем часу ночи камера зафиксировала двоих неизвестных, которые занимались осмотром автомобиля. Один человек заглянул в салон, по всей видимости, в поисках видимых частей дополнительной охранной системы. Но не найдя их, он дает обратную связь своему подельнику, и тот идет к капоту автомобиля. Находясь около декоративной решетки радиатора, некоторое время он явно проводит какие-то манипуляции. Затем угонщики удаляются от автомобиля, поэтому при осмотре мы видим на решетке повреждения в виде царапин. При более детальном рассмотрении, после открытия капота, выяснилось, что угонщикам были перерезаны провода, идущие к штатным звуковым сигналам, чтобы исключить при вскрытии громкое срабатывание заводской сигнализации. Клаксоны расположены с правой и с левой стороны радиатора. Через некоторое время угонщики возвращаются. Один из злоумышленников вновь направляется к машине. Он довольно долго проводит время в районе водительской двери, а затем уходит. Очевидно, что все это время он занимался подготовкой к двери к вскрытию. Под ручкой мы видим рваную дыру, а при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что металл сперва высверлили, а потом уже каким-то инструментом, вероятно открывашкой, раскручили вот такое отверстие, для того, чтобы подобраться к механической тяге, закрывающей водительскую дверь. Теперь угонщики вдвоем возвращаются к автомобилю и что-то обсуждают, стоя около переднего крыла машины. При осмотре первым делом глаза бросается на лед на крышке капота, переднем левом крыле и водительской двери. По консистенции это похоже на застывшую жидкость. Полиция взяла образцы для криминалистической экспертизы. На первый взгляд это похоже на какое-то масло, вероятно использующееся в инструментах, которыми взламывали водительскую дверь. После этого угонщики опять удаляются. Спустя некоторое время они вновь возвращаются и проводят вскрытие уже подготовленного автомобиля. При этом неожиданно для них срабатывает дополнительная сигнализация и угонщики убегают. Один из них подбегает к капоту, чтобы забрать свой инструмент. По данным черного ящика мы видим, что срабатывание произошло в 3.16 ночи. Тревога зафиксирована по зоне вскрытия водительской двери. Автовладелец, выглянув в окно, не придал значения этой ситуации, подумав, что было ложное срабатывание сигнализации. Спустя пару часов около машины вновь зафиксировано движение. Опять происходит срабатывание сигнализации. По истории событий на сервере видим вскрытие двери в 5 утра. На этот раз автовладелец уже отреагировал и спустился к автомобилю разобраться с причинами срабатывания. После осмотра повреждений был вызван наряд полиции и попытка угона на этом была пресечена. Напомним, что по статистике порядка 80% из угнанных автомобилей оборудованы только штатными противогонными устройствами, и их владельцы рассчитывают только на каско. Этим и пользуются угонщики, угоняя машины за считанные секунды. В данном случае мы видим, как противогонная система успешно противостояла хищению, но это всего лишь защита от быстрого угона. Рекомендуем защищать автомобили, учитывая их рисковость и условия ночного хранения. Делать подбор компонентов и их установку только в профессиональных сервисных центрах. С вами был Эксперт Угона Нет. Следите за технологиями безопасности вместе с нами и подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова